На вопрос, кому необходимо подавать налоговую декларацию по подоходному налогу специалисты налоговых органов, отвечают чутко и основательно. Обязанность по подаче налоговой декларации возникает в следующих случаях. Отчуждение в течение пяти лет двух и более незавершенных строительством капитальных строений, жилых домов с хозяйственными постройками, квартир, дач, садовых домиков с хозяйственными постройками, гаражей, машиномест, земельных участков, принадлежащих направе собственности. Получение в результате дарения в 2023 году от лиц, не являющихся близкими родственниками, доходов в сумме превышающей 9338 белорусских рублей. Реализация в течение 2023 года более одного легкового автомобиля или другого механического транспортного средства. А также в иных случаях поименованных в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь. Например, при получении дохода от иностранного юридического лица, доходов от онлайн-казино и другие. Современные технологии делают процесс подачи налоговой декларации максимально удобным. В Беларуси существует несколько способов. От подачи на бумажном носителе лично, по почте, до использования специализированной онлайн-платформы через личный кабинет. Это позволяет существенно сэкономить время и уменьшить риск ошибок. А вот сроки подачи декларации строго регламентированы. Физическому лицу необходимо в срок не позднее 1 апреля 2024 года в налоговый орган подать налоговую декларацию по подоходному налогу. В срок не позднее 3 июня 2024 года необходимо уплатить подоходный налог на основании извещения налогового органа. Всю информацию по подаче налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц можно получить на сайте и в контакт-центре Министерства по налогам и сборам по номеру телефона 189. Не откажут в разъяснении в налоговых инспекциях по месту жительства. Не стоит затягивать с подачи. Это следует сделать не позднее 1 апреля. Подводя итог, стоит напомнить о необходимости тщательно и внимательно относиться к своим налоговым и иным обязательствам. Продолжение следует...